Два хирурга в операционной и еще три врача за мониторами. Специалисты восстанавливают кровоснабжение в левой ноге пациента после того, как тромбы закупорили бедренную артерию. В таком ювелирном деле хирургам, кроме золотых рук, необходимо специальное оборудование. Обычно состояние сосудов контролируют с помощью рентгенаппарата и контрастного вещества, которое буквально подсвечивает их изнутри. Световым индикатором служит йодосодержащий раствор. Однако пациентам, например, с сахарным диабетом он противопоказан, говорит заведующий отделением. У кого идет сложное течение с сахарным диабетом, у них кроме поражения сосудов конечности, также имеется и поражение сосудов почки, что обуславливает у них развитие хронической почечной недостаточности. К сожалению, есть когорта пациентов, в котором нельзя вводить стандартный контрастный вещество. Вместо обычного йода, содержащего контраста, можно вводить СО2 в высокую концентрацию очистки, которая также позволяет нам видеть сосуды под рентгеном и делать какие-то вмешательства. Чтобы вылечить пациента, а не навредить ему, нужно правильно рассчитать дозу контраста СО2, по-другому углекислого газа. Сделать это на глаз возможно, но рискованно. Сильное давление может травмировать сосуды. Чтобы оперативное вмешательство прошло успешно, хирурги используют инжектор углекислого газа, который московские коллеги привезли на тестирование в девятую медсанчасть. С помощью аппарата врач устанавливает индивидуальные показатели пациента. А прибор автоматически рассчитывает и вводит безопасную дозу контрастного вещества. Я здесь могу задать объем и давление. Ну, к примеру, у пациента давление 150, мы берем плюс 30 мм ступного столба и четко я 180 мм ступного столба. Вот я подтверждаю настройки. Установку используют только во время диагностики или операции на сосудах, которые расположены ниже диафрагмы, объясняет специалист, чтобы избежать закупорки сосудов головы или сердца воздуха. В отличие от йодосодержащего контраста, который выводится из организма через почки, СО2 человек просто выдыхает. После того, как доктор ввел какую бы то ни была дозу, в течение ближайших трех минут вся эта доза элиминируется просто дыханием. Увлекислый газ, который является физиологическим веществом для организма, оно просто выдыхает. Сегодня операция прошла успешно. Кровоснабжение восстановлено. Впереди у пациента несколько недель реабилитации. На очереди восстановление сосудов у молодой девушки с сахарным диабетом. В этом случае оперативное вмешательство возможно только с применением контраста СО2 и инжектора. Аппарат в распоряжении омских врачей будет только 10 дней. Затем оборудование перевезут в другие регионы для тестирования. Как отмечают в Минздраве, за это время как минимум 12 амичей с хроническими заболеваниями, например, с сахарным диабетом или дисфункцией почек, пройдут лечение с применением нового аппарата. Продолжение следует...